Результат для нас отрицательный. Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли в стадион, нас поддержать. Они гнали нас вперед, они точно так же, как и мы хотели изменить цифры на табло в нашу пользу. К сожалению, мы сегодня не порадовали платьевым результатом. Владимир Владимирович, показалось, что команда в атаке, особенно во втором тайме, использовала прострелы с флангов через бег, учитывая тот факт, что Георгий не самый высокорозный нападающий, особенно по сравнению с Макасем, а защитики БТ высокие не было ли? Варианты, так как здесь не есть, может через низ попытаться простреливать? Или же в зону перед штрафной, где мог Ситько на подборе сыграть костров и так далее? Пытались сыграть разнообразно, увидели у нас не только были прострелы, где достаточно было моментов для того, чтобы забить мяч, но и также были моменты для ударов и за пределы штрафной. То есть, опять же, столько подходов для того, чтобы реализовать свое преимущество. Но где-то вратарь выручил, где-то защитники выручили, где-то нам точности не хватило в завершающей стадии. Поэтому пытались разнообразно вскрыть, потому что середина была насыщенная. БТ играл по счету. К сожалению, мы в начале матча дали им такое комфортное преимущество, что они уже играли именно так, как диктовал счет на того. Поэтому у нас было огромное желание, было много моментов. Мы не забили, не реализовали свои возможности. Поэтому результат отрицательный сегодня. А с чем вы связываете с неудачным началом матча сегодня? Я думаю, что от большого желания сегодня выиграть и порадовать тех людей, которые собрались на трибунах. Сначала не удалось, но потом мы успокоили, взяли мяч под контроль. У нас было и игровое, и территориальное преимущество. Поэтому, к сожалению, сегодня содержательная игра у нас не получилась на протяжении 90 минут. Еще, если можно, один вопрос. Почему все-таки, особенно в первом тайме, большие атаки сравнились и организовательно справа от флана? Все нагружали правую флану свой, а заценировали флан в лицах. Ну, слева тоже были неплохие подходы. И пытались доставить мяч за спину защитникам. И Юра Панти пытался, были моменты. То есть, и через середину, и пытались разнообразить действия. И смену атак проводить с фланга на фланг, когда мы упирались, и не было дальше продолжения. И где-то ошибки нам не позволяли действовать конструктивно в атаке. Появление Кирилла Шевченко уже второй игру подряд. Практически полный матч проводит молодой футболист. Это вынужденная мера, или вы чувствуете, что он уже способен играть с основой и перератить пользу команды? Во-первых, Андрей Потапенко, который играл до этого и закрывал позицию лимитчика, получил удаление. Два матча дисквалификации. И сделали сейчас ставку на Кирилла Шевченко именно под позицию лимитчика. У нас еще есть и Саша Новымович, у нас есть и Женя Малышевич. И в следующую игру может Андрей Потапенко играть. У нас хорошие футболисты, и мы будем смотреть, кто будет выглядеть лучше, кто-то будет играть. Следующий поединок с «Шахтером» план на игру будет похожим на то, что мы видели сегодня, или вы будете ставиться по-другому играть? Мы хотим победить каждый матч, и следующий матч не будет исключением. Продолжение следует...